Но кто-то может сказать, «У пророка было девять жён, когда он умер». Разве это не порочит его имя? Разве это не бросает тень на его нравственность, на его праведность? Разве это не противоречит тем упомянутым тобою ранее качествам, которые должны быть свойственны пророкам и посланникам? Как мы отвечаем на это? Вот как. Что служит основанием для оценки того, являются ли поступки посланника Аллаха допустимыми или недопустимыми? Относятся ли они к дозволенному, халяль или запретному, харам? Слова Аллаха? Разве не так? Таким образом, если мы скажем, что то количество женщин, на которых был женат посланник Аллаха, идёт вразрез с праведностью, идёт вразрез со здоровой нравственностью, значит, Коран не поддерживает это. Значит, Коран говорит, что это противоречит праведности, потому что откуда мы черпаем информацию о том, что халяль, а что харам? Из книги Аллаха. Хорошо, давайте тогда откроем книгу Всевышнего. Аллах в Своей книге разрешил посланнику взять в жёны тех женщин, на которых он был женат, прямым и ясным текстом. И подробно это объяснил в суре «Аль-Ахзаб». И сейчас мы прочитаем слова, которые Аллах не спасал своему посланнику. «Для нас с вами и всех последующих поколений людей». О, Пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жён, которым ты передал их вознаграждение, то есть махр, и тех, кто оказался в твоей власти из того, что даровал тебе Аллах, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих тёток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери и дочерей твоих тёток со стороны матери, которые совершили с тобой хиджру, и верующую женщину, которая подарила себя Пророку, если Пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем о том, что сделали для них обязательным в вопросах, касающихся их жён и тех, кто оказался в их власти, дабы не испытывал ты никакого стеснения. Аллах прощающий и милосердный. Ты можешь по своему желанию отсрочить посещение какой-либо из них и удержать подле себя, какую пожелаешь. Если пожелаешь посетить ту, которую ты прежде на время оставил, то можешь сделать это. Нет на тебе греха. Но всё же, если ты будешь соблюдать очерёдность в посещении жён и делить своё время между ними поровну, то так будет лучше, чтобы обрадовать их, чтобы они не печалились и были довольны предоставленным тобою каждой из них. Аллах знает то, что в ваших сердцах Он всезнающий, терпеливый. Отныне тебе не дозволено жениться на других женщинах, а также разводиться с одной и жениться на другой, даже если тебя поразит их красота. Исключением могут быть лишь те, кто оказался в твоей власти. Аллах за всем наблюдает. Чьи это слова? Если ты, задающий этот вопрос, не убеждён в том, что Коран — это слова Аллаха, и, следовательно, не убеждён в том, что Мухаммад — посланник Аллаха, то не трать попусту наше время. Посмотри сначала на корни, которые ты отрицаешь, а уже затем смотри на ветки. Вернись к корню, а именно, кто такой Мухаммад, мир ему и благословение. Кому принадлежит этот Коран? Чьи это слова, которые мы только что прочитали? Если ты веришь, что это слова Аллаха, то никакой проблемы нет. Но если же ты не веришь в то, что это слова Аллаха, то проблема твоя не в том, что у пророка было столько, сколько было жён. Проблема твоя в том, что ты не веришь в этот Коран и совершенно не веришь в то, что Мухаммад — пророк. Так зачем же ты тогда пытаешься обмануть нас и запутать? Мои слова понятны? Но допустим, что человек этот верит, что Мухаммад — посланник, да благословит Аллах его, его семью и да приветствует. Верит, что Коран — это слова Аллаха, то есть, что эти аяты, которые мы только что прочитали, это слова Аллаха Всевышнего. В чём тогда проблема? Порочный — непорочный, допустимый — недопустимый, дозволенный — запретный. Откуда мы берём критерии этих оценок? Откуда? Из книги Аллаха, всемогущ он и велик. Если книга Аллаха утверждает, что то, что сделал посланник, является постыдным, в таком случае — да, проблема есть. Но если же мы увидим, что это исключительное право, которое в данном вопросе Коран предоставил посланнику Аллаха, разрешил ему это, даже более того, пожелал для него это, то скажи мне, в чём тогда проблема? В чём проблема? В том, что Аллах дал своему посланнику Мухаммаду пять исключительных, касающихся только его одного предписаний, велел ему совершать дополнительную молитву ночью, нам же с вами не было велено это делать. Пророк был обязан часть ночи, до начала утреннего намаза, молиться. Как долго он мог решать сам? Творец запретил своему посланнику Мухаммаду принимать милостыню, садака и средства закята, в то время как другим, которым полагается садака или закят, это не запрещено. Творец запретил, чтобы имущество посланника, которое осталось после его смерти, раздавалось по наследству. Мы, пророки, не оставляем наследства, всё оставленное нами — милостыня. Понятно? Творец разрешил своему посланнику взять в жёны то количество женщин, на которых он был женат, а всем остальным мусульманам разрешил жениться не более чем на четырёх, да ещё и с соблюдением определённых условий. Творец запретил людям после смерти посланника Аллаха жениться на его вдовах, тогда как на других женщинах, которые были разведены или стали вдовами, жениться было не запрещено. Это вещи, которые Аллах в своей книге предназначил исключительно своему посланнику Мухаммаду. Хорошо, в чём тогда проблема? В том, что Аллах дал своему посланнику Мухаммаду некоторые предписания, касающиеся только его одного? Ещё раз повторим, кому это говорится? Тому, кто уверовал в то, что Мухаммад — посланник и уверовал в то, что Коран, слова Аллаха, никакой проблемы нет. Тот же, кто обсуждает, например, проблему количества жён пророка, мир ему и благословение, обсуждает подобного рода второстепенные вопросы и при этом утаивает, что он не верит, что Мухаммад — пророк, не верит, что он посланник, такой человек впустую тратит твоё время. С точки зрения методологии, он пытается тебя обмануть. Скажи ему, «Тебе нужно начать с источника, а не рассказывать мне про ручейки. Мы должны вернуться к источнику». Таковым является научный метод введения дискуссии и исследования вопроса. Мы снова повторяем наш вопрос. Почему вы осуждаете или считаете зазорным то, что посланник Аллаха имел такое количество жён? Несомненно, причина кроется в следующем. Как они считают или как им кажется, это является признаком того, что Мухаммад был похотливым мужчиной. мужчиной, который жаждал удовлетворения плотских желаний. Вот в чём причина их осуждений. Хорошо, давайте тогда рассмотрим этот вопрос и раскроем, наконец, истину. Удастся ли нам найти хотя бы одно подтверждение тому, что в интимных отношениях за Мухаммадом наблюдалось ненормальное поведение? Во-первых, когда пророку было 25 лет, и он собрался жениться, кого он взял в жёны? Хадиджу, дочь Хувейлида. Да помилует её Аллах и да будет доволен ею. Которая была старше его почти в два раза. Не так ли? В обществе, где распущенность и вседозволенность были обычным явлением. У него была возможность жениться на самых красивых девушках, даже более того, ни в чём себя не стеснять. Но, несмотря на это, пророк сохранял целомудрие, совершенно чистую репутацию, не запятнанную какими-либо сексуальными девиациями. И первыми, кто засвидетельствовал это, были многобожники, а не мусульмане. А когда он решил жениться, то взял в жёны ту, которая была старше его почти в два раза. Где вы здесь видите похотливые наклонности? Вот Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, покинула этот мир. Последующие браки были заключены пророком, когда он уже разменял пятый десяток, когда его возраст приблизился к пятидесяти. Это было время, когда он женился на Сауде, на госпожа Аиша и других. Пророк женился на всех этих женщинах в последние годы своей жизни, то есть в последние 13 лет своей жизни, с тех пор, как ему исполнилось 50 и до 63 лет. Человек, который женится, чтобы удовлетворить своё половое чувство, причём постыдными способами, живёт с одной женой, которая до него дважды была замужем и которая была более чем на 15 лет старше его, живёт с одной женой. Так ведёт себя похотливый мужчина. так поступает похотливый мужчина. Женится на всех этих женщинах только в последние 10 или 13 лет своей жизни? Кому придёт в голову утверждать такое? Это один момент. Другой момент. Давайте посмотрим на то, какой была жизнь посланника Аллаха в быту, в контексте его супружеской жизни. Какие мы находим подтверждения тому, что он был человеком похотливым, как его, возможно, называют некоторые любители вводить других в заблуждение. Пророк, мир ему и благословение, жил очень бедно, а его жены были примером аскетизма. Жена любого сподвижника, каким бы малым ни был заработок её мужа, каким бы бедным он ни был, имела больше, чем любая из жен посланника Аллаха. В плане одежды и всего остального. Его жены жили настолько бедно, что однажды, вы знаете эту историю, они все вместе пришли к посланнику и попросили его лучше обеспечивать их. И сказали, что хотят лишь жить так, как живёт любая другая женщина из жен сподвижников. Ответом был следующий аят. «О пророк, скажи своим жёнам, если вы хотите земной жизни и её прелестей, то, пожалуйста, я наделю вас благами и красиво отпущу. Дам вам то, что вы хотите, и на этом всё. Но если желания ваши устремлены к Аллаху, его посланнику и вечной жизни, то поистине Аллах уготовил благодетельным из вас великую награду». Тогда Мустафа собрал всех своих жён, прочёл им эти аяты, и они сделали свой выбор. А госпожа Аиша сказал, «Посоветуйся с родителями. Не спеши с ответом». Тогда она ответила, «Я буду советоваться с родителями, а тебе, посланник Аллаха?» «Нет, я выбираю Аллаха, его посланника и вечную жизнь». Где вы видите признаки сексуальной девиации? Подчёркиваю, девиации. Где признаки отклонения от морали на сексуальной почве? Напротив, вы находите прямо противоположное в жизни посланника Аллаха. Подчёркиваю, девиации, сексуальной девиации. Если же говорить о половой потенции, то она никаким образом не может считаться порочным качеством, бросающим тень на посланника Аллаха. Мужская потенция — это похвальное качество. Мужская потенция — это явление положительное, одна из милостей, дарованных ему Аллахом. Потенция — это одно, а использование потенции для удовлетворения сексуальных девиаций — это другое. Мы должны разграничивать эти вещи. Здесь кто-то может спросить. Мне много раз задавали этот вопрос. Хорошо, в чём мудрость? Ваши слова нам понятны, но какая мудрость кроется за каждым из браков пророка Мухаммада? На момент его смерти у него было девять жён, а всего одиннадцать. Почему? В чём мудрость? Как я всегда отвечал и продолжаю отвечать на этот вопрос. Мы убедились в том, что Всевышний Творец разрешил своему посланнику взять в жёны всех этих женщин или нет? Более того, Аллах пожелал это. Убедились или нет? Это первое. Мы убедились в том, что у людей нет никаких оснований обвинять пророка в неподобающем или ненормальном поведении. Убедились или нет? Мы убедились в том, что дом пророка Мухаммада был примером высокой нравственности, праведности и аскетизма. Убедились или нет? И после всего этого спрашивать, почему пророк женился на этой и что оправдывает его брак с этой? За браком с Аишей скрываются такие-то мудрости, за браком с Хафсой дочери нашего господина Умара такие-то мудрости, а за браком с этой другие. Что на самом деле происходит? Объясняя все эти вещи в попытках оправдать посланника Аллаха человек что делает? Садит его на скамью подсудимых. Какое ты имеешь право? Какое имею право я и все люди на этой земле, чтобы садить нашего господина посланника Аллаха на скамью подсудимых? Творец разрешил ему взять в жены то количество женщин, которое у него было. И мы прочитали соответствующие слова Всевышнего Аллаха, извещающие о его решении. «Творец всемогущ, он и велик, создал своего посланника с наивысшим уровнем нравственности и праведности, и ты не найдешь в его поступках, в интимной или других сферах жизни, ни малейшего отклонения от благородных нравственных качеств». Его дом был примером аскетизма. Мужская потенция — это признак блага и одна из милостей, за которую он должен благодарить Всевышнего Аллаха. Потенция мужчины — это одно, а извращенность — это другое. Поэтому мы не вправе обвинять нашего господина посланника Аллаха или соглашаться с тем, чтобы посланника Аллаха сажали на скамью подсудимых. А ты давай иди сюда и оправдывай его, почему он женился на этой, на этой и на той и так далее. Никто из живущих на земле не имеет никаких оснований приписывать посланнику Аллаха совершение какого-либо зла, пускай даже и весом с пылинку, после всех тех хвалебных слов о нём, которые Аллах не спасал, где он говорит о его высоких нравственных качествах и так далее. Нас не заботит этот сорт халуёв, прислуживающих врагу, врагу из числа людей или дьяволов. Это нас не заботит. Важно лишь, чтобы мы знали, то, что мы говорим, это истина, и что Мухаммад — посланник, отправленный Господом миров, превыше он всего и вся. И то количество браков, которые заключил Мустафа да благословит его Аллах и приветствует, никак не пятнает его имя и не указывает на наличие в нём какого-либо порока. Все браки пророка были законными. Творец своим законом разрешил ему это. Всё. А человек, который не хочет верить в Аллаха, то проблема не в количестве браков пророка, а проблема в том, что он не верит в Бога, не верит в Книгу Всевышнего. Да. Субтитры создавал DimaTorzok